Я хочу сегодня поговорить об украшениях в Танахе и с упором на сережки. Я просто взял весь Танах, выписал все стихи, которые относятся к украшениям и попробовал их проанализировать. У меня получился по этому поводу связанный рассказ. Давайте попробуем начать. Когда у нас впервые появляется украшение в Танахе? Это история Элезера и Ревки. Давайте вспомним, это в книге Баришит написано, что Авраам послал своего раба в Харан сватать невесту для Ицхака. И вот приходит Элезер к колодцу, встречает Табаревкова, она напоила ему верблюдов, он ей подарил украшения и дальше разворачивается событие сватовства. Вот, соответственно, рассказ Баришит 24-22. Тут можно перевести это, вот, Элезер ей подарил подарок. Какой? Незам, написано Незам Заад, то есть кольцо в нос и Шнэцмедим, и два браслета. Вот, вот, можете увидеть, вот кольцо в носу, вот кольцо в носу, вот два браслета. Так? Когда я эту фразу читал, когда еще только начинал учить Тору, там, больше 30 лет назад, меня она всегда немножко коробила, но нашел, что подарить кольцо в носу. Смотрите, 30 лет назад кольцо в носу было немыслимо. Ну, 20 лет назад появились уже фрехи, которые носили. Сегодня кольцо в носу... Во-первых, народ не знает, что такое слово фрехи. Я думаю, что это израильское слово. Ну, хиппи, хиппи. Ну, да, предположим, не обижай хиппи, но хорошо. Нет, я говорю серьезно про хиппи. Именно хиппи. Теперь можно вспомнить, откуда появилось носовое кольцо. Оказывается, археологи находят его на Ближнем Востоке. Из Ближнего Востока, то есть из нашего района. Оно перекочевало в Индию, когда туда пришли великие могулы. А в 60-е годы хиппи, когда стали ездить в Индию, перевезли носовое кольцо в Америку, потом в Европу. И так оно распространяется. То есть они там разные бывают. Бывает кольцо в носдре, бывает кольцо в перегородке. Ну, неважно, у меня вот что, так сказать, вот что я читаю в тексте. Вот следующий стих из Тарнаха. Лаван, брат Ревки, увидел кольцо в носу. Вот, керотет, а незем, бе, этот, смедим, алидет. Тут кольцо в носу называется незем, а брасет называется смедим. Он обрадовался. То есть это значит, что тогда это было в моде. И то, и другое. А мне тут интересно вот что. Все-таки почему он такой подарок сделал? Смотрите, на что можно обратить внимание? Это же, собственно, подарок. Он идет сватать невесту. И это и дарит ей подарок. Ну, смотрите, если бы это было юноша, ну, кольцо бы подарил. Сегодня что бы подарил потенциальной невесте? Ну, кольцо. Ну, Элезор все-таки Авраам, серьезный человек. Серьезный человек дарит не кольцо, а дарит сет. То есть несколько украшений, которые подходят друг к другу. Вот, Элезор подарил вот такой сет. Видите, кольцо в носу плюс два браслета. А почему он выбрал так? Вот я задаю себе вопрос. Почему он выбрал такой сет, а не другой? Потому что сегодня мы подарили бы, скажем, сережки и кольцо. Вот это нормальный сет. А здесь сет хоть необычный. Да, то есть, может, это такой вопрос. А какие сеты тогда были в моде? Сет понятно, что такое? Да, наборчик, наборчик. Да. Давайте спросим, какие сеты тогда были в моде. Сегодня нормально, это, так сказать, вот сережки, кольцо, ну, кулон неплохо. А как было тогда? Ну, мы не знаем, как было тогда во времена Элезора. Мы знаем, как-то было во время Пророка. Давайте посмотрим на Пророка. У нас есть стих в Ихискеле. И вот, значит, Эхискеле нам рассказывает, какие украшения Ашем даст. Там рассказывается про украшения в положительном смысле, что Ашем как бы даст народу, ну, как бы, облаготепенствует народу Израиля, как будто даст ему украшения. И вот, значит, такие украшения. Вот один сет. Одел кольцо, так сказать, здесь речь идет о Незем Аль Апеха, Вагилим Аль Узнеха, Ватерет и Ферет Барушеха. То есть, мы видите, это в рифму. То есть, носовое кольцо, серьги и диадема. То есть, видите, носовое кольцо, серьги и диадема. Вот это один сет. Второй сет. Смидим Аль Ядеха, Вравид Аль Грунеха. Тоже в рифму. То есть, браслеты и ожерелье. Это второй сет. Ну, вот Рафа Сахар Паппорт объяснил, что, так сказать, вот этот сет, он больше для головы, а вот этот сет, он больше для сердца. То есть, он как бы руки и грудь, а здесь все на голову. Можно и так. Но, заметьте, что, ну, смотрите, Хескейл, это там, через тысячу лет после Элезера, но все-таки очень давно. Вот Элезер, когда выбрал сет, он выбрал кольцо из одного сета, а браслет из другого сета. Понимаете, как странно? То есть, он не выбрал общепринятый сет, он выбрал какой-то комбинированный. Довольно странно, но оставим пока это, ну, так сказать, в качестве вопроса, и давайте продвинемся дальше. Значит, когда у нас в следующий раз говорится об украшениях. Значит, у нас есть следующая история про украшения, это уже связано с Яковым. А именно, это история с Диной. Значит, как мы помним, Яков вернулся из Харана, уже, так сказать, уже через поколение, возвращается со своей семьей, приходит в Шхем, селится там, и тут, так сказать, за своими женщинами он ее следил. Дина идет гулять в Шхем, ну, и дальше разворачивается печальная история, как, так сказать, ее взяли силы, как братья разрушили Шхем, после чего, так сказать, Яков понимает, что из Шхемы нужно уходить. И Ашем, вот ему говорит, так сказать, идей в Бетель и подей в Шхема, и Яков говорит, так сказать, Ашем говорит, убери всех идолов. И Яков говорит, уберите богов чужбинных, но это идолов имеется в виду, так? И вот, и отдали Якову всех богов чужбинных, и кольца, что у них в ушах. И закопал их Яков под деревом, который при Шхеме. Вот картинка, как Яков закапывает всех этих идолов, и кольца, что у ушах, это сережки, вот образец идола, вот образец сережек, и тут начинаем сограждать. Ну, хорошо, идолов правильно, надо сохранить. А сережки-то при чем? Чем они провинились? Что в них не так? И тут нам комментаторы говорят вот что, и археологи, кстати, тоже, что украшения, которые были в те времена, они были не просто для красоты, они были типа амулета или талисмана, и они как бы играли не только художественную роль, такую эстетическую роль, они играли, как бы, роль защиты от злых духов, я не знаю что, языческую роль, короче, есть исследователи, которые утверждают, что не только на Ближнем Востоке, но и везде вешали украшения возле каждой дырки в теле, чтобы злые духи не вошли. Ну, можно с этим не согласиться, но вот давайте по поводу сережек я бы с ним согласился. И вот почему. У нас есть пророк Ишаял, вот он нам рассказывает про украшения уже в отрицательном смысле. Но это потому, что он, так сказать, этот пособ, который, где Господь как бы сердится на евреев, и вот у них он будет отнимать все украшения. И вот здесь есть и длинный список украшений. И мы в этом, эти украшения называются разными словами на иврите, но мы можем понять, что что. Значит, Это имеется в виду и полумесяца. Здесь есть полный список украшений, а сережек тут нет. А вместо сережек есть слово халахашин. Значит, по-русски это переводится как амулет. Так, но, так сказать, видите, вот здесь я нашел образцы сережек из разных древних источников. Вот видите, это действительно тут языческий символ. Вот это, конечно, не Хискель, но, так сказать, достаточно древний. Вы видите, сережка, а у нее голова какого-то зверя. А вот эта сережка тут солнце нарисовано. То есть на украшениях, в частности на сережках, рисовали языческие знаки какие-то. И сережки здесь почему важны? Вот Шаял называет их лохашин. То есть если мы переводим обратно на русский, это лохаш, это шепот. То есть сережки, это шепталки. То есть они как бы висят над ухом и нашептывают, так сказать, заклинания. Потому что второе значение для слова лохашин на иврите – это заклинания. Теперь понятно, почему сережки. Они очень близко к уху, и ты как бы можешь их слышать. Остальные украшения, там, кольцо или браслет, они как бы не близко к органам чувств. А сережки ближе всего. Поэтому их как бы такая заклинательная часть или языческая часть, она важна. Ну, второй момент, где какие... То есть получается по Ишаялу, что сережки, они крепко связаны с чем-то языческим, что это вот амулет. Ну, что кроме сережек еще вот так же зловредно? О жерелье. Вот видите, я тут... Вот картинка, помните, из Пурима Аман и Мордыхай. Помните, Аман сказал, чтобы ему все поклонялись, а Мордыхай ему не стал поклоняться. Медрашем, говорят, почему Мордыхай не стал поклоняться Аману. А у него на груди он идолый сел. То есть если бы Аману, если бы Мордыхай поклонился бы Аману, это как будто бы он идолого поклониться. То есть получается, что вот ожерелье тоже нехорошо. Видите, у него тут браслеты есть, но про браслеты никто не говорит, что с ними что-то не так. А вот про комментаторов все напирают на ожерелье. Теперь мы можем вернуться... Сейчас. Теперь мы можем вернуться вот к самому началу и сообразить, почему же Лиза подарил Ривке такой странный подарок. Значит, браслеты и носовое кольцо. Теперь нам это становится ясно, потому что если бы он подарил стандартный сет, вот в этом сете есть сережки. Не хотел он дарить сережки. Они были бы плохо истолкованы, потому что сережки, они ассоциируются с чем-то языческим. А этот сет тоже не стал бы дарить, потому что это висерка кулона. Она тоже ассоциируется с чем-то языческим. Поэтому он выбрал браслеты и носовое кольцо, которые минимально ассоциируются с иглопоклонством. Понятно? Вот такое объяснение. Да, понятно. Теперь продолжим дальше про зловредную роль сережек. У нас есть про них еще несколько историй. Вот следующая история про сережки. Она связана с золотым кольцом. Давайте вспомним. Это уже евреи вышли из Египта и стоят у горы Синай. Моше поднялся на горы Синай, чтобы получать дальнейшие указания. А евреи его ждали, ждали, не дождались. И что им говорят? И говорят, сделайте нам изображение идола и так далее. Что сказал ему Аарон? Сережки снимите, короче. Принесли ему сережки. Из этих сережек он отлил золотого тельца. Вот видите, тут сережки всякие. И он из этих сережек отлил золотого тельца. И рекомендаторы спрашивают, а почему он именно сережки попросил, а не что-нибудь еще. Мог бы кольца попросить, мог бы браслет попросить. А почему он в сережке? А вот почему, говорят рекомендаторы, он не хотел, чтобы евреи, чтобы это вообще произошло. И он попросил, чтобы они ему дали такое украшение, которым тяжело расставаться. Кольцо вынул и бросил, а сережки их отстегивать надо. В общем, от сердца отрывать, сердца от уха отрывать. И поэтому он попросил именно их. Именно на свете того, что мы поговорили раньше, объяснение, скорее всего, другое. Скорее всего, сережки, они там какие-то языческие изображения, они как бы уже авода заран. То есть они уже в одной... То есть с сережкой связано что-то такое и глупоконское язычество. Потому что если делать золотого тельца, так делать из подходящего материала. То есть из подобного подобного. А насчет того, что евреям было бы жалко отдать сережки, так у нас через несколько стихов говорится о том, как евреи жертвовали на скинье Завета. И там давали все, что угодно. То есть такое впечатление, что вовремя было достаточно драгоценностей, и они только искали, на что быть у драгоценностей пожертвований. А тут... Сережку из ушка, что называется. То есть, скорее всего, объяснение такое, что из подобного подобное. То есть золотой телец сделан из сережек, потому что сережки уже запятнаны чем-то и двух подносим. Да. А дальше мы можем поговорить о том... Ну, так сказать, по золотому тельцу это... Да. Теперь, что произошло дальше? Помним, вот Моше вернулся, вот все поклоняются золотому телцу, возвращаются в Моше, видите, там разбивает скрижали, а потом он взял этого телца и изничтожил. Так? И тут нам комментаторы говорят, вот он замечательно сделал, он золотого телца и изничтожил. А если вы помните, вот как Яков пытался избавиться от идолов, он их просто закопал в землю вместе со всеми сережками. Вот Яков как бы плохо избавился от идолов, а вот Моше замечательно избавился. Но тут мы уже, по-моему, говорили, что вот та формула, которая тут написана, взял от телца, золк в огне, стер, осеял, далкит. В общем, это какая-то сакральная формула, золото, так сказать, не горит, стереть его довольно трудно, растворить его в воде так, чтобы там прошел плаву, трудно. Это непонятно, как он его, то есть как он его реально уничтожил. Скорее всего, не исключено, что он уничтожил так же, как и Яков. А что тут критика Якова, по сравнению с Моше, она как-то, может быть, не очень направлена. Теперь мы пойдем в следующую историю про Сережки. И она связана с историей Гидон и Медине Бендиар. Вы успеваете читать по-русски, кстати? Да. Стараемся. Стараемся. Ну, я специально сделал по-русски, чтобы можно было читать. Да, спасибо. Нет, значит, вот посмотрите. Значит, вспомним историю с книги судей. Был такой судей Агидон, который воевал с Медьянитианем. Медьяним. Это кочевники какие-то, которые жили не в ближайшем контакте с Ивлеями, а, так сказать, они жили за Иорданию, и иногда устраивали набеги. Они жили за Манитяном и Мавитяном, не близко. Они устраивали набеги, и вот Гидон в какой-то момент с ними расправился, победил их. И дальше речь идет о разделе добычи. И вот вернулись воины Гидона. Гидон им говорит, так сказать, что каждый дал посереги. Незамза. Из этих серег он сделал и фод. И фод – это, вот видите, воины сдают серебро, сдают эти сережки. И фод – это вообще-то одежда первосвященника. Почему он сделал фод, что это такое, в этом контексте непонятно, но вот, так сказать, сделал какой-то предмет из золота, и ему стали поклоняться, так сказать, как Идон. То есть мы, смотрите, опять видим такую очень похожую историю над золотым кельцом. А именно, из всей добычи Гидон взял именно сереги, и серег сделал что-то такое языческое, долопоклонское. То есть, почему он выбрал сереги? Ну, скорее всего, по той же причине, потому что они уже, так сказать, предмет культа. Понятно? То есть, вот тут, кстати, картинка, это, по-моему, персидские солдаты, вот у него серега. Тогда, действительно, мужчины носили сереги. То есть, все, как бы, разумно. То есть, опять-то, мы видим, что, как бы, как бы, Сережи, которая связана с язычеством, сделан объект поклонения, объект культа. Ну, что тут можно сказать? Насколько это серьезно? У меня все-таки такое впечатление, что, что золотой телец, что этот ифот, это, ну, конечно, идолопоклонство, но, как бы, не такое серьезное, как поклонение Баалу Астарте, которое мы читаем в книге царей. И, как бы, и вот почему. Смотрите, вот, ифот, то есть, Гедон сделал предмет культа. Ну, и Тара как-то его критикуют, ну, скажем, несколько индифферентно. Ну, так сказать, одной фразой, и никакого пафоса в этом мы не чувствуем. Теперь, вот золотой телец, так? В общем, многие сходятся в том, что это не то, чтобы идол, вот, типа того, как Баалу Астарта, это, это, это скорее изображение того же самого Господа, к которому, так сказать, мы и так поклоняемся. То есть, этот золотой телец, он, немножко напоминает хирургимов, которые в храме. Ну, так, хирургимов в храме, тоже какое-то изображение, но в храме оно допустимо, потому что об этом сказано открытым текстом. Мы понимаем, что это не Ашем, но шхена между кровью. Такое впечатление, что золотой телец был что-то в этом роде, потому что, так сказать, это не просто настоящий идол поклонского, а вот как представлять как бы того же нашего Ашема, но не видит в абстрактном существе, а видит что-то такое реальное. Потому что наказание за него было очень серьезно. То есть, мы бы ожидали намного более серьезного наказания, а оказалось, что, в общем, прошло почти без болезни. теперь для чего нам все это нужно? А вот как бы для чего? Из того, что мы говорили, может возникнуть впечатление, что как бы все украшения, особенно сережки, они как-то запятнаны. Действительно, как бы археологи знают, что почти все украшения в древнем мире, они почти все имели роль амулета. И каким-то образом связанные с водой зарази глупакой. Но вот мы читаем с другой стороны. Вот мы читаем, что в книге Шмот, когда объявлен сбор средств на построение скини завета, все принесли массу украшений. Так? В том числе в Незам, в Табат, в Кумазе и так далее. То есть Незам это, в общем, Незам это может быть и носовое кольцо, и кольцо на ушах, но здесь нет проблем. Все это принимается на построение храма. Теперь, сейчас, теперь второй момент. вот когда Гедон воевал с медианитянами, то серьги явно были долпоклонские, и они пошли на айфон. А вот когда до этого Пенхас воевал с медианитянами, помните, в книге Бомедуарь, была история, что был организован поход против медианитян, медианитянам, это раньше, чем с Гедоном, возглавил Пенхас, принесли большую добычу, и с этой добычей принесли жертву Господу, что принесли, опять тут перечисляется масса украшений, и серьга здесь есть. То есть, это значит, что несмотря на то, что серьги, да и другие вещи точно связаны с этим поклонством, их приняли в качестве жертв на храм. Получается, что мне это как бы самому непонятно. С одной стороны, это предмет явный, который связан с лупоконством, с другой стороны, он обратно принимает на храм. То есть, или это лупоконство какое-то другое, или аллахот какие-то были другие, но тут, так сказать, масса вопросов, которые я сам как бы решить не могу. Ладно, теперь немножко поговорим о другом. Откуда эти предметы к нам попали? Откуда украшения, которые связаны с лупоконством, как мы вообще попали к Евреям? Ну, давайте вспомним первый раз. Когда мы говорили про Якова и который хранил эти, прятал эти серьги под деревом, имитаторы нам говорят, что он, не с храна же он привез всех этих идолов, это его дети, и он сам. Только что загромили шхем, взяли большой трофей. В этом трофее, естественно, в этих трофеях естественно был предмет культа. Вот от них надо было избавляться. Вполне разумно. А теперь хорошо, ладно. А золотой телец из колец сделал поклонских, а неоткуда. Ну, там частично, может быть, перед этим был разгром Амалека, может быть, от них, а может быть, от египтян. Теперь давайте поговорим про египтян. Мы помним, что, во-первых, когда евреи уходили из Египта, то как мы помним, что каждый по словам Ашаму выпросил у соседей золото и серебро. Понятно, что там тоже было что-то до упаковки. Второй момент это трофеи от египтян, которые потонули в Красном море. Это у нас прямо не сказано, но комментаторы это выводят вот из чего. Сейчас мы говорим, откуда у евреев те сережки, из которых построил золотой телец. вот евреи стоят перед переходом через Красное море. Моше говорит евреям, Господь будет вести за вас битву, а вы молчите, ничего не делайте. Стойте, смотрите. Ашам говорит Моше, что ты молишься, действовать пора. Говори евреям, чтобы они отправились в путь. Вот так начинается история с переходом через Красное море. Как она заканчивается? То есть евреи как бы не хотели заходить в Красное море, ну, в общем, вполне понятно. А Моше как бы их вынудил и отправился. Теперь после того, как переход через Красное море, в Ясам, Моше, это Израиль, Миямсов, переводится это побудил Моше, чтобы Израиль отправился в путь. То же самое слово Боиса. То есть такое впечатление, что евреи не хотели уходить, а Моше их заставили. То есть как заходить не хотели, так уходить не хотели. А почему не хотели уходить, а собирали трофеи от египтян. Вот собрали эти трофеи, среди них были предметы культа, и из них построили золотого тельца. Получается, что каждый раз что каждая победа военная или другая еврея, она связана с тем, что в наши руки попадают украшения и в общем предметы культа. Что с ними делать? И есть как бы искушение использовать их на то, чтобы сделать более лучших идолов, которые были у этих народов. Но это как бы все за кадром. То есть подводя чертам можно сказать так, что в Танахе украшения как бы они частично играют роль амулета. и попадают эти амулеты, то есть не сами евреи их делают, а попадают они от соседних народов, вот в качестве трофеев. Сережки особенно зловредные, но тем не менее получается, что эти вещи их не надо выкидывают. То есть я уже просто не очень хорошо понимаю, нужно аллахот знать. То есть получается, что даже предметы культа, которые попали к нам от неевреев, они и их можно как-то переработать и использовать по-человечески. Все. Вот это весь рассказ про украшения, а теперь можно поговорить, задать вопросы и поговорить на этом по этому полу. Все. Господа и дамы, что с вопросами? Получается, мужчины тоже насилие, там, где Маше говорит, ваши жены, что принесли сыновья, то есть кольца в ушах были. Это были евреи или это были евреи? Смотрите, значит, археологи, нам говорят, что, например, носовые, вот самое древнее носовое кольцо, которое нашли, оно мужское. Его нашли в сокровищнице Иоанского или Ассирийского царя. Видите, здесь мужчина с, это перседский воин с серьгой. Теперь, то есть мужчины явно носили серьги. Теперь, вот, Колья Шелест обратил внимание, помните, мы читали, что он на этой неделе читали, раб, который отслужил шесть лет и не хочет уходить на свободу, помните такую историю? Раб, который отслужил шесть лет, ему прокалывают ухо Шилы. Значит, ответ, а зачем прокалывают? Его же, чтобы его как-то отметить. То есть в эту дырку наверняка вставляли серьгу. Если серьгу не вставить, так дырка зарастет. То есть серьга на мужчине это совершенно нормально. Но потом же нельзя евреями серьгу носить. Значит, есть какая-то связь? Почему? Нет, смотрите, я думаю, что это уже скорее какие-то постановления Рабана, что мужчинам нельзя серьгу носить. Когда я учился в институте стали и сплавов, у нас там был Борис Яковлевич Фиккельштейн, профессор теоретической физики, и он ходил, у него в ухе была одна серьга, и даже на доске почета он с этой серьгой висел. Потому что это информатики института. 70-е годы. Это 70-е годы, и ничего так сказать. Ну, вообще странно, да. Да, смело в то время даже. Может быть, он пропагандировал какие-то металлы, я не знаю. Нет, ну, можно, это катодом физики металлов была. это связь но смотрите, так сказать, серьга у мужчины это все-таки мода. Если сейчас это как бы знак как бы хелуни, то значит не нужно. А принципиально в этом проблемы нет. Ну, я слышала, что это какой-то символ рабства, что чтобы не подумали, что это верево, но вот раб, которого прокалывают ухо шилы. Ну, что он не захотел свободы, а свобода это важная вещь. Не, ну, смотрите, раб, который решил остаться у хозяина, критиковать его в общем рановато, потому что я как-то делал, дрошу по этому поводу, могу рассказать больше. Все равно его должны освободить. Рассказать про этого раба, который да, рабство, сейчас перескакиваем совершенно другую тему, рабство, которое Танахи, оно немножко не то, что мы думаем. Понимаете, для рабства было как бы две модели, одна модель вавилонская, другая модель римская. Римская модель, они рабов получили, они воевались почти непрерывно, и рабов они захватывали войну, поэтому в Риме рабы были дешевые и отношение к ним было соответственно, то есть ими не дорожили и они работали на износ. А вавилоне и это все было до Рима, это все были не такие большие государства, они полисы, они не то, что они воевали там друг с другом, но война была для них не главная. и у них рабы это скорее наемных рабочих. Короче, в Вавилоне рабы стоили очень дорого, и поэтому они о них заботились, они давали им образование. То есть в Вавилоне раб строил как машина Вольво, а в Риме раб строил как велосипед. Поэтому все, что мы знаем про рабов, они как бы всякий кинофильм это как в Риме. Но в Танахе это скорее как в Вавилоне. То есть раб, он, откуда вообще он берется раб? Нормальный свободный человек живет на земле, собирает урожай, с него кушает. А раб это человек, у которого нет своего земельного участка. Он должен где-то кормиться. Представьте себе, опускают раба на свободу, так? Если он не может купить земельный участок, что он будет кушать? он же не может пойти на завод работать. Он должен или наняться кому-то, а единственный контракт, вот, она 6 лет, или пойти в армию. А если в это время мир, и нет войны, что ему делать, что ему он же никакого социального страхования не было, если у него нет своего поля, то ему нужно где-то кормиться, поэтому раб, который не хочет выходить на свободу, не хочет, он денег не скопил. Если он не сумел скопить денег, чтобы купить поле, то у него другого выхода нет. Поэтому это не то, что он привязан к хозяину, и чувства, и точно уходить из семьи, это чисто экономически соображаемое. Но там же есть закон, что на 50-й год все равно его должны... Ну, хорошо, представьте себе в качестве этого раба, его отпускают и свободу, а что он будет кушать? Вот для этого должен скопить себе денег, понимаете, как? Чтобы купить поле. Я не говорю про дом. Поле ему надо покупать. Теперь смотрите, ремесленники, это тогда, как и везде были гильди, ты не можешь просто так стать ремесленником, открыть свой бизнес. Это ничего невозможно, это должен патент получить, разрешение получить, это все совсем непросто. Теперь тогдашние рабы это то, что сегодня называется контрактной рабочей. То есть это те, кто работают по контракту, вот что-то такое. Ну, секунду, да, у кого-то есть еще вопрос по рабам? Интересно, как вы так подошли, я никогда даже не слышала, я не задумывала. Я просто изучил, значит, есть таблицы, которые показывают, сколько стоили рабы, так сказать, в Риме и Вавилоне, и там понятно, так сказать, как бы чистая экономика. И когда ты посмотришь, сколько стоил раб в Вавилоне, в общем, становится понятно, что жизнь его была, в общем, вполне нормальная. то есть о нем заботились как о очень хорошем автомобиле. Понятно? То есть если вы покупаете очень дорогой автомобиль, вы о нем будете заботиться, так что, как бы, если бы он был живой, он бы не пожелел. В Вавилоне не было в остании рабов. А еще можно вопрос, например, может быть, вы про это говорили, про то, что пробивали ухо рабам серьги. Вы говорили, перед этим кто-то еще носили из мужчин, тоже носили серьги. Самые древние серьги, носовые, правда, которые нашли, они принадлежали царю. Теперь, если вы посмотрите на картинки фараонов, у них тоже есть серьги в ушах. То есть, кстати, что удивительно, конструкция, Серег, она такая же, как и сейчас, с дыркой в ушах. Это не просто кольцо, которое вешает на... Это не кольцо, которое вешают на ухо. А кольцо, которое вешают в нос, на Ближнем Востоке там больше в ноздрю все представляют. А этот негр перегородка встокая. перегородка между ноздрями. Это нормально все-таки. Смотрите, мы читаем вот сейчас в самом начале. А, нет, то есть, Элиезер сам надел рифье кольцо в нос и браслеты. То есть, получается, что он не проколол и вроде ничего. Не жаловалось. жаловалось. Этого стиха нету, а в Томафе написано, что он сам ей одел кольцо на нос и запястье на руки. То есть, так получается, что кольцо было вот такое. Легко прокалываемое. А еврейским женщинам можно вот так носить украшение сейчас в носу? Ну, серьги, понятно, можно, а в носу нет. Нет, ну, смотрите, это уже, как бы сказать, есть марит айн, это как бы, как на это посмотреть. Вот, например, знаем, например, можно ли купаться в субботу в бассейне. По большому счету, если у тебя есть абонемент и в бассейн в черте города, то с точки зрения там всех овохот нет никаких проблем пойти в бассейн. То есть, в городе есть и рука, денег ты не платишь, у тебя есть абонемент. Так, что в бассейн-то не ходить? Ну, то есть, когда в бассейн говорят, знаешь, это выглядит как-то не так. Не так поймут, понимаете? Плохо поймут. Поэтому так не делают. Хотя, с точки зрения овохот, но проблем. Я подозреваю, что кольцо в носу примерно так же. То есть, технически, но проблем. Но плохо подумаю. А вот вы так на картинке показали, что столько золотых было именно украшений. А археологи вроде бы как бы золотых и не находят. Их уже все разобрали или как? Непонятно. Или не нашли? Или не демонстрировали? То есть, сейчас, подождите, вот эта сережка, она 2000 лет, она, на шарном музее настроение, по-моему, лежит на нас, вот, смотрите, какие могли быть сережки? Какие могли быть украшения? Золотые, серебряные и медные. У серьезных людей золотые и серебряные, у попроще медные. Но, мне кажется, что находят и все, так сказать, и другие трети. Но просто, ну, медный, как бы, хуже для здоровья, что я не знаю, мне же, все-таки, коррадирует немножко. Ну, меня просто поразило, какое количество золотых там на картинке. Да. Как оно все делалось. Ну, золото лучше сохраняется, я не знаю. Нет, сейчас, золотые, серебрые, еще, не знаю, это имеет отношение к делу или нет. Значит, стоимость золота и серебра, она вообще колебалась. В Египте, примерно, те времена, когда евреи там жили, это было один к четырем, потому что золото в Египте было, а вот с серебром была проблема. Только позже, когда нашли потом, это стало один к пятнадцати. То есть, это как мы привыкли. Но в какие-то времена это было один к четырем. То есть, серебро было, так сказать, невероятно дорогое. поэтому, так сказать, и так, поэтому, может быть, его находят меньше. А, сейчас, еще вот, что важно. Значит, с чего деньги делали? Значит, мы говорили в прошлый раз, что деньги появились где-то в конце периода первого храма. Теперь, золотые деньги, они, конечно, замечательные, но маленькая монетка, у нее очень большой номинал. То есть, нужны были мелкие деньги. Поэтому деньги, все это традиционно делали из серебра. Все серебро, какое было, оно, так сказать, до открытия Америки все серебро шло на деньги. Когда открыли Америку, там очень много серебра, и тогда, так сказать, стало легче. Поэтому я подозреваю, что все, так сказать, украшения серебра в конце концов превратились в деньги. А золотом не так. Поэтому, может быть, золотых находят больше, чем серебра. Если действительно так. Миш, секунду, а можно вернуться снова к Агелин? А, то есть, как называются сережки, они называются или Агелин, или Незам Шебоозом. Окей. Незам, слово Незам, оно употребляется и для носового кольца, и для Сережи. Слово Агелин, оно есть. Сейчас я в этом рассказе, сейчас я знаю, где было именно Агелин. То есть, нормально все-таки Незам. Агелин употребляется, сейчас скажу. Агелин с Айном, правильно? Агелин от слова Аголь, круглый, либо слово Эгель, Телец. Почти везде появляется слово, почти везде в Танаке, можно проверить по конкорданцам, Сережка, это Незам Шебооз. Вот Агиль, в книге Бамидбара, вот видишь, здесь написано Агиль. Да. Есть еще одно какое-то место и все. То есть, это чуть ли не единственное место, где написано Агиль. Здесь как? Здесь употребляем список украшений. в Накрефет Курбан Ашем, Иш Ашер Маца, Клизав, Эцада, это полноножной браслет, отвол Цада, Цамид, сейчас. Цамид браслет. Цамид, это браслет на руке, Табат, кольцо, Агиль, сережка, тумас, это просто чуть неприличное. Ну да, это, говорили, что это украшение интимной органы, что-то типа этого. Да, здесь сережка называется Агиль. Ну Агиль от слова круглый, либо от слова бык, либо от слова теленок. Ну не знаю. Нет, подожди. Я подозреваю, что Агиль и Агала, Агала телега, потому что теленок висел. Я к чему веду? Это как-то связано с Эгеля Зав, с Золотым Тельцом или нет? Нет, там, где делают Эгеля Зав, они дают Назамим, а не Агилим. Сейчас, вот, сейчас, Эгеля Зав, а, вы, сейчас, Низме Азав, когда говорят Эгель, они говорят Низме Азав. Смотри, Незам, это нормальное слово для Сережек, а Гиль, это редкое очень слово. Интересно, что сегодня говорят Агиль, я Незам, я не слышал. сегодня, когда говорят Незам, это больше ассоциировано с кольцовым носом. Вот так. Не, ну, смотри, так сказать, темология меняется, например, в Танахе колесо не называется Гальгаль, оно называется Офан, а вот слово Фанаем, это, так сказать, оно автоматическое, а слова Гальгаль в Танахе нету. Колесо. Ну, вообще, вот эта вот идея снятия с себя украшений для того, чтобы из них что-то сделать, она как бы обивалентная, правильно, потому что та же самая ситуация, когда на Эгиль-Зав поспешили, и это как бы Лыгнай, это как бы хуле, что они так быстро все с себя сбросили для того, чтобы сделать этот Эгиль-Зав. А с другой стороны, когда схемию делали, там тоже как бы... То же самое, на схемию они отдали все, что есть. Там уже сказал, хватит, не тащите больше, потому что уже перебор. Да. То есть и там сдавали быстро, и тут сдавали быстро. Как бы нет в этом попы. Просто такое впечатление, что на Идол почему-то сдают Сереж. Вот это я хочу сказать. Хорошее дело сдают все, что угодно, а на Идол ведут Сереж. Потому что семья все... А, окей. Потому что они как бы больше всего ассоциируются с чем-то идем походу. Вот в чем поэнта. Ага. Почему? Они близко к уху висят. И вот Ишаял называют лохоше. Они у него ассоциируют... Все остальные названия, они нормальные. А Сережки он называет вот таким нехорошим словом. Ну, нехорошим словом, но как... что они нашептывают заклинания. Вот кто не волнуется. Понятно. Смотри. Может, может быть, Арон и попросил Сережки, как бы нет худа без добра, лифоход заберу у них идолов. Сделаю из них большого идола, но у них идолов местных не броют. Так сказать, забрал у них самое долпаконское украшение и дайду таким образом сгибел. Так сказать, может быть, получается, что... Ну, совершенно верно. То есть, не кажем в полу согласен. Это как бы сказать... Еще одна иллюстрация того, что Шерман как бы создал топ-выра. То есть, у плохих деяний, так, у них может быть конструктивно... Подоплека. Да, понятно. Да. Или составляющая. Но Аарон... Это конструктивно составляющая, точно. Но Аарон, он не ожидал, что произойдет. Они ему все принесли. Он стал тянуть время. Он говорит, ну, снимайте. Он думал, что они будут расставаться с трудом. Нет, быстро все принесли. Ну, черт с вами, ладно, бросим. Но он указал правильное украшение. Да, но получился телец. Он, видимо, не ожидал, что получится телец. А телец-таки да, получился. Ну, подожди. Ну, так сказать, гидон, тоже взял серги и тоже сделал из них что-то такое поклонство. То есть, когда у нас три истории с сережками, которые связаны с идолами, это уже, так сказать, нет. заметьте, так сказать, если тут кто из слушателей, которые в верном делу занимается, то, пожалуйста, не воспринимайте это как антирекламу сережек. А с чем связано, с чем связано чрезвычайное увлечение и мода в современном мире и особенно в последнее время вот эти и, я не знаю, и Незе, в основном как бы это Незе, в Ноздри, в наше время в Ноздри не вставляли, правильно? Я уже не говорю про другие места. С чем это связано? Хиппи, хиппи, которые принесли... Ну послушай, хиппи это было 70-е годы прошлого столетия, послушай, от хиппи мы же давно ушли, сейчас все люди, которые связаны с искусством, там, я не знаю, с театром и все, у них обязательно должно быть какое-то украшение, там, не важно, мужчины или женщины, даже мужчины обязательно и все. и вообще, как бы сейчас просто повально увлечено, в наше время такого не было. Можно понять, с чем это связано? Ну, может, это своего рода знак для узнаваемости, что это свой... смотри, это мода. Это не только... То есть, такое бывает не только с украшениями. Я читал вот в специальных книгах, как Майкл Гладстон, называется книга «Типпинг-бойт», он рассказывает, как внезапно вошли в моду определенные ботинки, которые тоже среди людей таких богемных. То есть, богемные люди стали носить ботинки определенной фирмы. Абутены. И весь мир стал их носить совершенно неожиданно для этой фирмы. Наверное, вот так. А если ты вспомнишь, то могучие. Помнишь, как они... С ботинками, да, но послушай, это ты говоришь, что и бывают всплески. Это правда. Связываем это связано с библейскими временами, ты их понимаешь. И в близкие времена... Нет, нет, нет. Сейчас. Значит, с словными кольцами вот как. Они, все, что я читал, они были на Ближнем Востоке тысячелетия назад. Они немножко распространились в Африку и в Северную Африку. А их ренессанс это пятнадцатый век Индии великие моголы. Там это прижилось. И из Индии это уже распространилось на весь западный мир. Вот так. Окей. Ну, смотри, а с другой стороны, по большому счету, какая разница, куда вставлять кольцо, в уху или в нос? Это мягкое ткань, нервов нет. Смотри, я думаю, что с точки зрения дизайна это симметрия. Если ты посмотришь вот на девушку, которая сейчас у нас на экране, правильно? Ну, как бы, с точки зрения симметрии, понятно, два глаза, два уха, в каждом ухе как бы это ее обрамляет. То, что у нее в носу эта штука торчит, значит, с моей точки зрения, ну, как бы, я не знаю, выглядит чудовищно. Смотри, сережки тоже были не всегда симметричные. То есть, какое-то время было, что и подносит сережки. Окей. Нет, смотри, для этого нам нужно смотреть уже индийскую моду. То есть, как это реально сегодня женщины носят, это... Смотри, многие вспоминают в языке, ты видишь молодых людей, у которых просто как бы в языке какая-то хрень типа булавки. Нет, ну, это уже... Это уже другая там причина. Это уже не имеет отношения к тона. А, не имеет. Ну, вот да, вот это интересно, понимаешь, что имеет, а что не имеет. Ну, хорошо, это не имеет отношения к тона. Бесар. Нет, смотри, значит, почему у тебя сережка в мочке уха? Там мало нервных окончаний, там не больно. В ноздре примерно так же. А в языке это совсем другой разговор. Ну, это жесть, да. Окей. Там так просто... Понятно. Ну, хорошо, господа и дамы, есть еще вопросы по поводу сережек, драгоценностей? Скажите, мне нужно открывать и задавать вопросы. Что? Будем копать, изучать, и задавать вопросы. да, да, да. Ну, вот то, что Яков, это сильно, то, что Яков Рахеле преподнес, то есть, это означает, ну, явно, как бы... Он выбрал, очень грамотно выбрал такой сет, чтобы никто не подумал, что там... Да, да, да. Ну, то есть, реально идея такая, украшаться как бы можно, но надо правильно выбирать, чем ты украшаешься. Точно смотреть на, так сказать, украшения, чтобы там не было защитных сил. Ага, окей. Ну, хорошо. Ну, крестик, как это, крестик на шее не вешать. Крестик лучше не вешать, да, крестик лучше не вешать. Окей. Ну, хорошо, это практическая инфраструктура цель. Можно я вот скажу такое наблюдение долгой вечер? Вы знаете, ни для каких других украшений, как я понимаю, как для Серег, не надо дырявить тело. Нет, вот носовое кольцо. Кольцо в нос. Я так поняла, что там кольца были в нос, которые не дыряли. Дыряли? Дыряли, да? Дыряли. Нет, сейчас, Кольца в нос, вот посмотрите на, посмотрите на эту даму. Значит, у нее ноздря продыравили. Кошмар. А потом, нет, потом появились другие, значит, вот здесь есть перегородка между ноздрями. Это хрящ. Вот сюда тоже что-то вставляют. Это уже другой разговор. Это уже делают дырку в хряще. Как мы понимаем, в древности все-таки делали дырку в ноздре. Нет, я просто вот решила, что может быть они бездырочные. И тогда только серьги остаются. Нет, смотри, в древней Танахе важно не здоровье, а важно вот что. Вот, вот эта сережка, видите, она висит рядом с сушным отверстием. И она, то есть, очень, это вход чувств. И поэтому, если он что-то едал, то он очень приятно что-то было множество. А сережка, которая висит вот здесь, ну, ну, и что, ну, висит и висит. Как бы, даже там большого вреда от нее нету, если на ней какое-то изображение. Вот так мы ее считаем. Понятно. Михаил, а только Ихис Хель пишет про вот эти украшения из пророков. Интересно, что они сегодня... Я выписал, сейчас, я выписал почти все стихи, которые имеют отношение к украшениям. Есть еще стих из Мишли, есть еще стих из Оша, но там они описательные, из них ничего не выучишь. Почти все стихи, в которых упоминаются украшения, они вот в этой презентации. Я его пошлю Андрея, и он ее выставит. Да, окей. Просто у пророков это не просто кольцо на нос, оно что-то же обозначает, какой-то смысл. Надо у Равдеева спросить, кстати. Нет, сейчас, подожди, вот здесь, когда Ихис Хель говорит, там можно посмотреть весь пассаж, так? Ихис Хель говорит про украшения в очень положительном смысле. То есть, я это Ашем, а тебя это народ Израиля, то есть, он как бы украсил себя украшениями и рассказывает дальше, о чем идет речь. То есть, это положительная реклама украшений. А вот, сейчас, а вот Ишаяу в третьей главе, это Филиппика против украшений. Там, он о чем говорит? Он наводит критику на еврейских женщин, которые ходят там браслетами на ногах, какой-то особенный походкой, у него браслеты на ногах звенят, это вызывает нехорошие мысли. В общем, и тут у него критика украшений. У Ишаяу у него критика, поэтому у него сережки называют заклиналки, так? А у Ихис Келя у него наоборот хвалит украшения. Понятно? Да, понятно. Контекст бывает разный. Нет, вы имеете что имеется в виду? Это имеется в прямом смысле в переносном смысле? Нет, но пророк всегда какой-то смысл не такой поверхностный закладывает, поэтому хотелось бы узнать. А, смотри, вот это Рафетт Кахропапорт, видите, что он говорит? украсть, одел браслеты и ожерелья. Это все, что относится вокруг сердца. А здесь кольцо на нос, серьги и диадема. Это все, что относится к голове. То есть он говорит, что я как бы и голову твою украшу, очищу, и сердце твоё украшу, очищу. То есть все правильно, да. То есть подбор правильный. Ишаялу тут просто перечисляются все украшения, какие есть. И все плохо. Вот так. А вот это про Ишаялу, мне кажется, я слышала, что этот стих говорит о том, что женщина должна себя украшать. Нет, наоборот, там критика же. У него здесь критика женщины. То есть критика, но все равно как бы где-то я слышала от какой-то женщины еврейской верующей. Ну, может быть. Он такое впечатление, что он тут хочет обличить все украшения. Наверное, у каждой вещи есть два разных ну, зависит от намерения получается, что ты хочешь выразить. смотрите, там вся третья глава Ишаяу она очень резкая, очень критичная. Там у него под горячую руку все попадает. Это скорее характер, чем интересная тема. А что-нибудь вы нам еще потом когда-нибудь расскажете? Наработать надо. Стараюсь. Нет, я пока хочу более подробно заинтересовала. Смотрите, меня заинтересовало металлоизделие в Танаке. И я как бы у меня это немножко еще свежее. Это немножко не отстоялось. Украшения как-то отстоялись, а вот в прошлый раз это было как бы слишком сыровато еще. Я думаю, что это как-то упорядочу и напишу скажем более письменное. У меня есть еще материал про там всякие чудеса в Танахе, но это нужно освежить и приготовить в качестве человеческой презентации. То есть мне нравится вам рассказывать. Я очень рад, что есть фидбэк и я буду продолжать. Нам тоже нравится всегда. Рады вашим встречам. Спасибо. Спасибо вам большое. Заканчиваем сегодня, правильно? Да, я тебе посылаю эту презентацию. Обязательно. Спасибо.